Значит, речь идет давно о том, что когда-то была некая концепция, которая состояла, что некий Демиург сотворил мир. Эта концепция уступила место совсем другой концепции по поводу того, что он как бы самим собой возник. Непонятно с чего, непонятно как, но он самим собой возник. С точки зрения блондинки, обе позиции эти равнозначны. Ну, потому что блондинка выходит на улицу, ее спрашивают, какова вероятность, что она встретит динозавра. Она говорит одна-вторая. Почему? Либо встречу, либо не встречу. Поэтому, кажется, те самые показатели, что вот эти две позиции, то, что он сотворен каким-то Демиургом или Господом, или еще кем-то. А ты не понимаешь, что он всегда был? Ну, быть может. Думаешь, что Земля была всегда? Ну, вообще, Земля нет, но все всегда. Ну, я говорю про Землю. Я говорю именно про Землю, про Солнечную систему и все остальное. Поэтому, можно попробовать. Время Вселенной, это всегда было. Во Вселенной может быть, да. Я Вселенной не касаюсь. Просто хотелось бы обратить внимание на наш нынешний мир и постараться понять, нет ли каких-то признаков того, что, грубо говоря, что мы на самом деле просто аквариумные животные, некоторого господина. И когда Нитша говорит, что Бог умер, скорее всего, это надо понимать не в гуманитарном смысле, то, что его никогда не было, и то, что люди перестали не верить. А что он действительно умер? Либо от старости, либо от... А вы его уместно забросили нас. Да, забросили нас. В аквариум уже никто не следил. Да, да, да. И вот такой биоценос такой появился. Точнее, нет. Скорее, наоборот. Некто перестал пропалывать. То есть перестал истреблять... Мы тебе говорим. Да, перестал истреблять лишних, лишних живых существ. Значит, есть некоторые факты во Вселенной, которые меня, например, очень удивляют, в нашей Солнечной системе. Этих факта три. Но первый, которым я постоянно адресую, что это быть не может, оказывается таким образом, что Луна во время затмений практически полностью закрывает Солнечный диск. Никак, никаким образом это нельзя сказать, что это помогает нам в выживании. Никакой принцип этого не говорит. Но, тем не менее, происходит затмение, и Луна, она подобрана таким образом, что полностью закрывает Солнечный диск. По другому... Стоит истетика чистая. Да, чистая эстетика. Говорю, что мир красив. Такое ощущение, что некий гемюрк, обосновывая себе поляну, то есть создавая себе землю, решил заказать себе вот такое улучшение. Ему это улучшение воспроизвели. Если другое такой факт, на который мы можем обратить внимание, есть, когда мы смотрим на эту Луну, то мы видим, что она все испещена кратерами, многочисленными. Нам кажется, боже мой, тогда и обратная сторона, где метеориты падают равномерно, должна быть также испещена этими же кратерами. Ничего подобного. Практически другая стена, сторона Луны, которую мы никогда не видим, а Луна все равно похожа на одной стороной, у нее есть один большой кратер, а все остальные ее структуры гораздо более простые, более убогые. Ну, представьте себе, что кто-то сделал себе подвесной потолок, ту сторону, которая обращена к нам, разукрасил всевозможными розовыми узорами, а другую сторону оставил гладкой. Потом упал единственный метеорит, когда Бог умер, и образовался в нем большой единственный кратер. Вот и все. Вот так выглядит Луна. Получается, что Луна с этой точки зрения, с того, что кто-то обустрелил себе мир, населяя его всякой живописной скотиной и всем прочим, и подвесил в небо Луну, получается, что это сделал чисто из эстетических точек зрения. Есть ли какие-нибудь удивительно странные объекты в нашей Вселенной? Ведь, казалось бы, на Вселенной, в Солнечной системе, они все должны быть одними и теми же. Они должны быть глыба льда, глыба чего-то. Но, помимо всяких чудес, которые существуют, есть удивительный спутник Сатурна под названием Ягод. В чем у него состоит особенность? Он летит передней частью, тоже не поворачиваясь, все время вокруг Сатурна обращаясь, но его передняя часть, самое темное место среди спутников, находится в отражателе, а задняя, самая яркая, которая только может быть. Но это было бы, можно как-то принятие, какое-нибудь рациональное объяснение, если бы эта стука не имела бы структуру теннисного мячика. Теннисного мячика, это означает, что она имеет вот такую структуру. То есть, как бы, вот она летит вперед, да? И вот, вы представьте себе, что сюда вперед. И вот она, светлая сторона заходит на эмпитерах, и вот здесь в экваторе она выходит. Ну, вот так представьте себе теннисный мячик. Вот здесь у него вот так середина. То есть, не так, чтобы одно полушарие было абсолютно белое, а второе обязательно черное. Это дикость. То есть, она летит вот сюда черной стороной. Здесь, в противне село, здесь, в противне село. Отражает практически идеально. Как будто кто-то повесил стоп-сигнал. Но демок на этом не ограничился. Это же не просто так. Теннисный шарик должен быть шит из двух сфоборообразных половинок. И действительно, такой шов проходит ровно по экватору нашей этой штуки. Это цепочка гор, огромный хребет. А на светлой стороне, по-моему, на отдельной настоящейся горы, удивительной высоты, 13 километров. У нас реброс вот такой. А Япит, который 50 раз легче Луны, не Земли, вот у него такой горный хребет. Мы видим, что подобного рода несообразность, конечно, можно вам объяснять. Веществует теория, которая это дело объясняет. Дипа, летал-летал спутник, вокруг него было колесо. Это кольцо упало на Япит, образовалось на хребет. Или тут он летит-летит, здесь спереди пыль собирает, а сзади этой пыли он не собирал. Сзади он по-прежнему светит, а здесь эту пыль он насобирал. А вот это объясняется тем, что темная сторона нагревается больше, чем холодная. Хотя, может быть, и на болты, я это, может быть, и перепутал. Вот, такова ситуация. И про Луну тоже есть какая-то странная вещь. Почему кратеров на видимой стороне больше, чем на обратной? Почему они все имеют красивую, правильную форму? Например, про красивую, правильную форму на воду долго мучился. Ведь если бы на поверхность падал бы метеорит под углом, то следы-то были вытянутые. Вы понимаете, да? Разработали специальную теорию, что она типа того, что она дарилась на большую скорость, и тут же вскипел, и дырка, и возродится только новая дырка. Но, тем не менее, это все теория, это все попытки объяснить. Если мы решим, что это некое украшение Земли всего лишь, подвешенное ненавним гемиологам для того, чтобы прививаться с солнечным затмением иногда, и, с другой стороны, его не надо никаким образом обрабатывать, и вся эта конструкция практически искусственная, и мы думаем, что мы живем в аквариуме, то, значит, такова наша жизнь. Вот так устроено все это запросто объяснение. Нет, но если объяснить, что жизнь возможна только в тех условиях, в которых мы живем, а чуть-чуть вдвинуть эту орбиту... О, и это вот третий, 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 третий... Да, ну, солнечное затмение к этому не имеет никакого отношения. Это антропоморфный фактор. Ты правильно совершенно говоришь, и теперь надо поискать. Если действительно Земля – это аквариум, то есть берется нос, где собрали различные твари по паре, и начали их выращивать, как я вот рыбок выращиваю, там некоторые делают южноамериканский аквариум, или что-либо еще, то тогда на Земле среди нас должны появиться существа, которые проникнут сюда контрабандами. Ну, вы представляете, я покупаю растения, сажаю в грунт, и какое-то там маленькое микроскопическое существо там существует. Как определить, что она пришла отсюда? А надо посмотреть. Его адаптивные способности будут превосходить многократно все адаптивные способности, которые есть у многих существ. Оно должно быть достаточно маленьким, оно должно быть ни на что не похожим. Правда, адаптивные способности должны превосходить все, чего мы только знаем, и мы должны понимать, что его адаптивные способности на Земле, если бы жизнь когда-то заразился, были бы никогда не нужны. Абсолютно никогда. Ну, невозможно так, чтобы это было. Это как в том анекдоте про верблюд в зоопарке, да? Что? Ну, когда верблюд маленький, спрашивает отца, говорит, Отец, зачем нам такие большие горбы, сынок, чтобы мы могли с тобой по долгой неделе ничего не есть? Отец, а зачем нам такие вот мощные челюсти, чтобы мы могли жрать? Это брызги короче. Это брызги, да. Да. Отец, зачем нам есть этот тюнинг в московском зоопарке? Да, да, да. Это типа того, что ты приходишь и ищешь какое-то очень маленькое вот это тюнинговое существо, которое ты ни минут не заметил, которое сажал, которое пришло, и которое обладает невыдовыми способностями, которые на земле никогда не могут быть применены. Ну, совсем не могут. И такой класс есть. Это так называемая водяной медведь или тихоходка. Систематики спорят. Круктон-родственник, кольчатых червей, нематод или он просто насекомых. Он микроскопический. Это существо обычно максимум полтора миллиметра величиной. У него есть дыхание, но у него нету кровеносной системы, если то вода по нему все это делает. Его достаточно много, но с другой стороны так много видов, всего 800 видов. Питается мхами и решайниками. Вот такое красивое, полупозрачное существо. Имеет половое развлечение, словно партогенезу. Но он обладает такими свойствами. Ну вот, например, если его заморозить при температуре минной 200 градусов, это воздух замерзает. То есть и азот, и кислород. Она, эксперимент был, что 20 месяцев его потом размораживали, оно жило себе спокойно. Где такие на Земле такие свойства? Есть жидкий азот знаменитый, минус 271 градус. Два градуса до абсолютно нуля все остается. Два градуса до абсолютного нуля остается нам. 8 часов на него держали в этом жидком гелии. Разморозили обратно. Живет и размножается. Все совершенно четко. Где мы видели температуру, равные 2 градусов до абсолютного нуля на Земле? Это абсолютно невозможно. Вот. Можно ли его кипятить? Вопрос. Да, его можно кипятить. С ним ничего не случится. Но это-то ладно. В источниках такие вещи бывают. Дальше. Вот, например, человек и большинство веществ выдерживают облучение 500 рентген. Да? Всего. Это существо выдерживает облучение в 500 тысяч рентген. Как можно оно из космоса на астероиде? Да, вот про космос давайте. Значит, его попытались выносить в открытый космос. Живет и размножается. Преспокойно. Его выносят, приносишь обратно, оно живет и размножается. А в самом космосе просто лежит? Просто лежит, да. Просто. У него особенность такая, что он из себя, вот, вода из него выходит полностью, у него уже нет колоснабжения, у него просто вода. И оно покрывается такой войсковой оболочкой. Вот. Ну тогда люди на этом не ограничивались. Давайте, говорят, мы будем его еще облучать и ультрафиолетом дополнительно, А и Б. То есть есть А и Б, и это самый жесткий. Про А и Б, оно спокойно живет и размножается. Начали жестким ультрафиолетом его облучать. Значит, посмотрели, значит, как быть. Ну тут один вид только самый крупный выживал. Но, но тем не менее, вот выживал и дальше жил и размножался. Я думал, что оно просто разворачивает какие-нибудь тарелочки и начинает им качать обратно. Ну вот, надо еще поинтересоваться. А вот, например, давление в Марианской впадине, оно, значит, составляет порядка тысячи атмосфер. 11 тысяч километров это порядка, ну это тысяча с небольшим атмосфером. Но вопрос, какое давление выдерживает вот это несчастное существо? Ответ, 6 тысяч атмосфер. То есть 6, 6, 6 в Марианских впадин оно выдерживает беспокойно. После этого оттуда достают его сжимали так. И оно живет и размножается и хорошо себя чувствует. Это вот такая вот эта вещь. Мы видим, что вот этот, ну там всякие еще по мелочам были. То есть оно беспокойно выносит условия открытого космоса, выносит давление, которое в 6 раз выше давления Марианской падения. Совершенно непонятно откуда у этого странного существа, которое непонятно как с какими другими. И вот целый тип, оно выделено, их 800 видов в 3 класса. Притом 1 класс, который я говорил, который целый Трифиолетто любит. А не, 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 там другой какой-то есть тип, да. В основном Бритайцы, Мхаммери и решайники. А, да, нашли какой-то мох, которому было точкой известности более 120 лет. А оно в этом мох сходилось все в состоянии. Они его водой полили, Тихотка ожила и начала тоже жить и размножаться. Спокойно. Как минимум 120 лет вот она привыла в таком состоянии. Скорее всего, 500-1000 лет для нее просто не проблема для этой тихоходки. Вот. Очень красивое, милое, милое существо. Вот такое. Ну, я хочу заметить, что это... Может, ты ездишь, милая? Да. Это красивое, милое, замечательное существо. Красивое, милое, замечательное существо. Оно, значит, совершенно обладает такими свойствами, которые на Земле ни в коем случае никогда не были его им востребованы. Она живет в ситуации московского зоопарка, а зачем ей тут не то что горбы, а тут вообще-таки мощное оснащение. И оно мелкое, его достаточно мало. И это означает, что тихотка, она почему? Потому что она передвигается, она за минуту проходит один миллиметр. Вот она так разбежится, и тогда она проходит за минуту миллиметр. Это всего лишь свой рост она проходит за минуту. Да. Очень медленно. Да. У нее 8 лапок, задний вывернут только с уставчиками назад, на каждом из них коготки. То есть полностью структурируемое существо, 800 видов под микроскопом их можно изучать. Но я хочу обратить внимание, то есть есть то вещество, если мы думали, что мы на самом деле живем в аквариуме в некотором, куда некий невиданный демиурок собрал каждой твари по паре, и нами наслаждался, той поры, пока не произошел с ним свой частный случай, или он просто надоел аквариум, он его забросил, занялся заниматься своими вещами. То должен появиться вот такой класс контрабандистов, который нашему биоцинозу ни в коем случае не соответствует, который обладает магическими свойствами, который ни на что не похож, что-то еще, но он среди нас есть и находится. Как все остальные соответствуют нам? Все соответствуют. Ну примерно да. Есть еще несколько, конечно, экзотов, но примерно соответствуют. Но вот мы искали, я говорю, искали, с этой точки зрения вот меня смущала всегда Луна, потому что такое ощущение, что ее специально на орбиту приволокли, для красоты разместили. Да, это вот всегда смущало, потому что как-то странно, что она подобрана таким образом, что сидя на Земле, она приходит иногда и закрывает полностью этих Солнца, не больше, не меньше. А сама орбита Земли-то тоже расположена точно-точно там, где должно быть? Ну это антропные принципы можно было объяснить. А, то есть мы возникли просто? Да, именно здесь возникли, иначе мы не уговорили. Нет, просто тут же очень важная температура замерзания воды. Да, да, да. Из воды невозможно жить. И это все антропный принцип. Ты его объясняешь. Мы возникли именно в тех условиях, в каких только и могли возникнуть. Это вот так можно объяснить. Но Луна, скажем даже более просто. Это эволюционный принцип. Мы соответствуем условиям. Да. То есть можно объяснять, долго-долго думать, почему окраска леса для какого-то животного подпадает в какую-то местность. Если бы местность была чуть-чуть другого цвета, то тогда бы она там не выжила, а можно просто объяснить потому, что в данном цвете она вот соответствует ему. Но Луна, которая закрывает диск, она это. И вот эти возможности, это тихоходки, когда она 6 марианских падин выдерживает. Нафиг ей такие приспособления. Нафиг ей жить в этом под жестким излучением в тысячи раз превосходящие возможности другого. Ну там есть еще тоже экзоты, которые тоже еще выдерживают подобные вещи, похожие. По сравнению с человеком, в тысячу раз гена больше. А что, они прилетели на эстероиде и все еще? Случайно? Ну может быть. Ну почему случайно? А Земля тоже случайно прилетела? Вот такая вот она, Земля, Луна в смысле прилетела. А Япид вот так разукрасили. И это надо с большим художественным вкусом выдумка сделать. Чтобы раскрасить форму мячика, делая одну часть полностью затемнеть, вторую полностью светлить, а посердиночке еще по экватору аккуратненько этот... Знаете, это напоминает вопрос Чичикова. Кто это по краю бумажки вывел такую искусственную каемочку? Вот у тебя такой же вопрос. Кто же такой искусственная каемка? Да-да-да-да-да. Зафига же вы посередине. А здесь есть еще один вопрос, который у меня постоянно вот всю жизнь тоже... Как смотрю, какие-нибудь экзотические животные в каком-нибудь атласе. Я говорю, ну он извращенец, мало того, еще был. То есть никаким есть... То есть некоторый вид некоторых животных и вот таких вот черт знает, где там сбоку что-то торчит и что-то страшное, что вот объяснить это приспособлением к чему-то, эволюции невозможно только извращением. То есть именно таким каким-то... С одной стороны рукотвор... по рукотворству мы определяем по двум принципам. Либо это по какой-то невероятной гармонии, либо по невероятному уродству, которое само по себе возникнуть не могло. Это в жизни приключение Миллиона Кихова и Станислава Лема по этому поводу есть, что у них там действительно был такой отдел высших животных, которые изобретали все такие штуки. У них были там внутри очень плохие отношения. И как только кто-то изобретал какую-нибудь здоровенную скотину, другой пытался ему навредить и изготавливал против него специальную вооруженную против него скотину. И он так Иона Тихова и объясняет этот вопрос. Просто когда вы смотрите на нашу историю, то это просто отражение тех скотских отношений, которые находились в отделе высших животных. Вот так его надо объяснять в жизни приключений Иона Тихова. Но это очень тоже забавно. Поэтому я такие факты коллекционирую. У меня есть большое подозрение, что то, откуда завезли гомосапиенса, например, день был не 24 часа, а 25-26. Что-то есть тоже из моих собственных физиологических наблюдений. Что-то явно не хватает. Что-то явно не хватает. Но тем менее это вот так. То есть ощущение было биосферного заповедника, который специально создавали. И когда мы пытаемся понять высказывания о том, что Бог умер, вполне возможно его надо не понимать не в гуманитарном смысле, а буквально то, что он взял и умер. Или забросил аквариум, как вот я. Или вырос. Или вырос и пошел заниматься более интересными вещами. А ты понимаешь, что вот эта тихоходка-то зараза же выжила? А значит а мастер ее сделавший при этом нету. Нет, нет, нет. Нет, там мысль-то другая. Я бы объясняю, что он подбир мастер ее не учитывал вообще. Она где-то он собрал с разных миров где-то каких-то и создал себе какой-то мир. Вот. Создал его. И в это он подбирал так, чтобы вот здесь водные плавали, вот здесь высокогорных поселил, здесь в гейзерах что-то пускай будет, тоже живет, потому что гейзеры здесь есть. А для этой твари здесь места нет. Она случайно попала, а она пришла где угодно. Хоть на Луну ее завезли. С водоросами. Вот я как аквариум делал, по низу сомиков пускаешь, посередине каких-то со средним ртом, по поверхности еще кто-нибудь там дальнее урелье оплавляет. Или кто-либо еще. Стараешься бывает растение, берешь всех рыбок, собираешь из одного места, чтобы они получались генетически общие. Не потому, что они произошли от одного предка, а потому, что биосферный аквариум из Южной Америки. У меня рыбки Южной Америки. Но тут возникает вопрос опять генетический. Единство генокода. Значит, единство генокода единое во Вселенной? Нет, потому, что биосферный заповедник. Биосферный. Нет, у нее тоже это лучше генокода. А вот про нее ничего не известно. Если бы было бы какое-то другое, вполне возможно, что как-то не сильно отличается. Но тем менее, факт такой скотинки скотинки. вполне возможно. Как он это дело сделал? Вы понимаете, что это существо, если такой димир был, или компания народа, может, это просто у нас не один человек делал, скажем, это коттеджный поселок в воши. Кто его знает? Поэтому вполне возможно, что когда библейские истории нам рассказывают, что можно было идти, можно было чаще встретить Бога, чем человека, это реальная история. То есть ты мог просто пойти и встретить Бога, Ницше это коттеджи заброшены? Нет, да, коттеджи может заброшены, а может быть... А пирамиды это коттеджи? Нет, а почему пирамиды? наследники, ну, в смысле, произошли люди от Богов и живут, продолжают жить. Ну, нельзя сказать, что произошли. Ну, как бы одно из творений. аквариум забросили, там что-то происходило, а потом этот биоценаз утвердился. Раньше, когда, например, какая-нибудь скотина размножалась лучше чего-то, Димир брал ее, вываливал, быть может, и уничтожал. А потом он... А северный потоп это Димир переделал? Ну, это видишь, это все интерпретации. Я просто указываю на те любопытные факты, что, например, нахождение Луны на так идеально подобранной не определяется ни в коем случае антропным принципам, первое. И второе, что, значит... А случайность она определяется? Случайность тоже не определяется, невероятно. Ну, невероятно, что точно вот так подобрали, невероятно. Ну, может, и жизнь вещь невероятная на самом деле. Ну, так и слишком много невероятностей будет. Для жизни вот эта подобранность точности, калиброванность Луны под солнечный диск подлиненаковый не нужна. Да не нужна, но сама жизнь тоже так какими условиями обусловлена, что это невероятно, что они сойдутся на одной планете. Невероятно. Ну, они сошлись. Ну, они не сошлись. Ну, как они сошлись? Их собрали. Собрали, собрали. И многие эти вещи, когда люди спорят по поводу древних всяких вещей, архивфактов, скелетов, динозавров, что-либо еще. Нет, это как бы гигантов нашли. Да, нет, я не знаю, по гигантов. Вполне возможно, что это было обусловлено, ну просто земля была так украшена. Вот как в Пушкине есть дворец руины, так и здесь тоже для красоты себе сделали что-то там руин. Динозавров тоже сделали. С костями, костей, да. А, костей? Просто кости. Как я вот, например, представьте себе, в аквариум бросил для красоты затонувший карару. Потом я умер, а эти развились за некой цивилизацией. Потом я буду начинать думать, что вот этот самый заброшенный кран в аквариуме была такая великая цивилизация. Что он когда-то плавал, вот здесь, сгнил и утонул. А он сготовлен сразу таким же гнилым. Да, да. Кстати, и по вполне научным каким-то подходам, эволюционным, выходит, что жизнь зародилась вне земли раньше, чем появилась земля. То есть если делать, ну как рассчитывают? То есть есть некоторые факты, вехи какие-то, эволюционные истории, и рассчитывают... Скорость мутации. Частоту вот этих фактов, переходов, да? И они все время ускоряются, да? И вот это ускорение логарифмически выстраивается в некую цепочку, линию, да? И получается, что вот между там укретами многоклеточная истока прошло, между беспозвоночной истоками времени. И вот если продлить этот пропорционально предпоследний участок на последний, когда должна зародиться жизнь, когда должна появиться клетка, вот, то это получается далеко-далеко за появлением земли. Это называемая клюшка, потому что это прямая идет, 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 а потом на появление вот так вот резко вначале поворачивается. Если продолжить, то есть вот здесь вот было появление земли, астрономическое, вот, а вот тут вот появление жизни рассчитанное по эволюционным законам, по скорости революции. Вот, а получается так, все ровненько-ровненько, до нашего времени ровненько-ровненько, и вот такая должна и слип быть, если мы помещаем появление жизни с появлением земли. Ну, это может быть, но я-то полагаю, что просто Бог умер и перестал пропалывать, да. Просто перестал заниматься пропоркой, вот, истреблением всякой вредной, таками, там, сливание рыбок в унитаз и всяким прочим вещам. Вот, такая вот эта вещь. Это похоже немножко на фильм этот, Пармитейла. Ну, конечно. Это похоже, да, похоже. Я просто привожу аргумент. Он не может вернуться и уничтожить свою гварю. Да. Это застряло нам, понимаешь? Да, да. Непонятно, что это такое будет. Но очень интересно было бы зоологию, биологию, этологию. Дополнен главами, это все называется, Боги-одинологи. Дополнен главами, это все называется, Боги-одинологи.